Добрый вечер! 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 языка. И они так и говорят, ой, вы знаете, я уже пробовал английский изучать, но я совсем ничего не помню, или пробовал изучать другой язык, я совершенно сейчас ничего не могу сказать. И вот этот неудачный опыт, он приводит и к возникновению барьеров, и к другим проблем. Но в то же время у взрослых есть сильные стороны. Вот кто-то уже хорошо, Людмила Андреевна Васева пишет, но быстро схватывает при хорошей мотивации. Действительно, у взрослых, во-первых, уже хорошо развиты умения анализа и синтеза информации. Они очень часто запоминают сразу материалы по аналоге, и легко понимают, как этот материал строить в контекст жизни, то есть для чего он нужен, где он может пригодиться. У взрослых уже высокий уровень мышления, им требуется меньше объяснений каких-то глобальных, и в то же время они быстрее понимают многие материалы. Жизненный опыт может очень хорошо помочь, потому что взрослые, в отличие от школьников, прошу прощения, я успешно борюсь с простудой, надеюсь, что успешно, но надеюсь, это не причинит вам неудобств в плане слушания. А жизненный опыт тоже очень помогает, взрослые чутко понимают, пригодится ему информация, которую мы даем на курсе или на уроках, или не пригодится. Если пригодится, то как и каким образом. У взрослых совершенно другой уровень ответственности. Если они взялись сами за изучение чего-то, то у них, соответственно, и мотивация выше, и эта мотивация самостоятельная, внутренняя, ее не так часто требуется повторно ремотивировать взрослых. Правда, мотивация у них быстро падает, когда нет результатов видимых. А вот когда мы говорим обучение с нуля, то здесь стоит обратить внимание вот на что. У нас бывает true beginners, как мы с вами говорили, не учили английский язык раньше, мы их переучиваем с какого-то языка и так далее. И бывают false beginners. Это другой человек, другой тип учащихся. И они отличаются и по особенностям, и по тем проблемам, с которыми мы можем столкнуться. True beginner — это тот, кто не изучал конкретно иностранный язык раньше, в нашем с вами случае английский. Возможно, он изучал другой язык, и здесь другие языки могут помешать. Интерференция другого иностранного языка иногда бывает очень сильна, просто потому, что человек заучил совершенно другой порядок слов, другие правила, грамматическую структуру и так далее. Такой человек не может воспринимать английскую речь на слух, и значит, больше внимания требуется для аудирования, гораздо больше материалов нужно. Не знаком с английской орфографией и так далее. Как пишет Татьяна Спиридонова, переучивать сложнее. Действительно, переучивать всегда сложно. Ну и раз уж я посмотрел снова на чат, Наталья спрашивает, извините, пропустила, будет ли возможность скачать видео, очень хотелось посмотреть повторно. Да, мы записываем вебинар, и это видео мы постараемся выложить, наверное, в понедельник на форуме для просмотра онлайн. False beginner, в отличие от True beginner, имеет другие особенности. Это человек, который изучал английский язык давно и забыл, и там сильные и слабые стороны совершенно другие. Возможно, у него предшествующий негативный опыт изучения. Он приходит и говорит, ой, вы знаете, я сомневаюсь, что я выучу английский язык, я пробовал, не раз пробовал, бросал, я чувствую, что я к языкам не способен. Бывают у вас такие ученики? Я думаю, что у каждого попадались. Да, конечно, пишет Воронина, бывают, часто бывают. Вот, к сожалению, это проблема тех, у кого есть негативный опыт изучения. Они просто боятся. Бывают такие ученики, которые не знают, как учить, но зато точно знают, как не надо. И они начинают учителю говорить, вы меня так не учите, я такие приемы не понимаю, мне это не подходит, вы меня учите как-нибудь по-другому. Но в ответ на вопрос, а как, они смотрят удивленно, говорят, ну вы же преподаватель, придут, но вот так меня учить не надо. Бывает такое? Вот кто-то пишет, точно, Татьяна Анатольевна, ученики такие учителя? Точно, да, действительно, бывает. Но я и по своему опыту знаю, к сожалению, у меня тоже такие ученики бывали. И бывают, к сожалению, проблемы уже в существующей основе английского. Закрепились произносительные ошибки, закрепились ошибки речевые. Попробуй, пойди переучить, переучи такого ученика. Вы больше времени тратите, вернее, не обязательно больше, но много времени и сил тратите не на то, чтобы научить чему-то новому, но именно на то, чтобы переучить, чтобы избавить от неправильных клише, избавить от неправильных моментов и научить говорить правильно. Правда же? Есть такая проблема. Татьяна Краснова спрашивает, в какой категории вы отнесли бы тех взрослых, которые принесли любовь к языку через всю жизнь и, наконец-то, решили им серьезно заняться? Вы знаете, это очень желанные ученики. Этот человек мотивированный, язык, и он будет изучать любой аспект, что вы ему не даете, ему это все будет интересно, и это очень заинтересованные слушатели. Как правило, они становятся успешными учениками в любом возрасте, просто потому что они занимаются любимым делом. Когда что-то любишь, оно всегда получается. Пусть не сразу, но получится обязательно. Правда же? По какому пособию лучше все заниматься взрослым учеником? А вот мы сейчас с вами поговорим. Лариса пишет, я сама в Фолсбеген выучила английский язык за 5 лет, стал учителем английского языка. Вообще, это великолепное достижение. Я таких людей очень много знаю. Поэтому я хотел бы и поздравить Ларису, и порадоваться, потому что это очень-очень нечасто бывает. У меня есть один знакомый. Он в школе изучил немецкий язык, в университете начал учить, поступил на ИНИАС. Но на немецком отделении места не было, он пошел на английский. Выучил английский язык. Сейчас он женат на англичанке благополучно, у него несколько детей. Живет под Лондоном, прекрасно работает на хорошей работе в Англии. И великолепно себя чувствует носителем двух культур. Хотя он тоже был как раз в этой категории. Так чего же хотят взрослые от курса английского языка? Мы об этом начинали говорить. Я постарался свести этот формат на одном слайде. Во-первых, они хотят, чтобы обучение было направлено на практику. Просто читать художественные произведения для многих людей это недоступная роскошь. Что греха таить, мы и на родном языке не всегда имеем время для того, чтобы почитать что-то. А если есть время, то сил не хватает. Потому что когда вечером приходишь после работы, уже начинаешь думать. Почитать хочется, но есть на это силы или нет. Правда? Удобный темп изучения. Для кого-то этот темп должен быть низкий, для кого-то высокий. То есть опять требуется возможность вариативного построения такого курса. Учет познавательных интересов. Кому-то действительно, как мы с вами убедились, нужен английский для туризма. Кому-то интересно узнать про культуру, про историю. Кому-то хочется песен послушать. Кому-то хочется почитать какие-то занятные факты. Кому-то хочется научиться кроссворды, решать, бывают ли такие ученики. А кому-то нужно четко. Ко мне обращались ученики, например, которым нужен был английский язык для прохождения собеседования, для приема на работу в автомобильный завод. Например, за Volkswagen в городе Калуга. Там собеседование проходит частично на английском. И был у меня знакомый, который работает на заводе Samsung в городе Огнинск. Ему тоже нужен был английский язык для того, чтобы общаться на рабочем месте. Ему никакая литература, конечно же, художественная не требовалась. Ему нужны были совершенно другие вещи. Правда же? Быстрый, видимый результат требуется взрослым. Как правило, когда говоришь о самостоятельных занятиях, то очень многие взрослые ученики говорят нам, пожалуйста, не задавайте домашнюю работу делать, потому что у нас все равно нет на это времени. У людей семьи, у людей своя жизнь. И даже несмотря на то, что им объясняют, что домашняя работа ускорит обучение, они говорят, я все равно не смогу. Они честно признаются. Бывают такие ученики у вас? Вот, как пишет Анжела, да, одна девушка меня спросила, когда мы будем много говорить, а знания ноль. Действительно хотят. Елена Николаевна Шалимова пишет, бабушка изучает английский язык, чтобы помогать внуку выполнять домашние задания. Вообще, это великолепный пример самоотверженности наших женщин, которые готовы даже изучить иностранный язык ради этого. Бывают такие ситуации. Либо, если уж взрослые соглашаются выполнять домашнюю работу, есть такие, которые делают нормально, у них есть время, сила для этого. Но если они соглашаются, они все равно озабочены вопросом, а как понять, правильно или неправильно? А зачем мне ждать следующего занятия, если я могу где-то проверить ответы? И так далее. То есть им нужна важность быстрой и удобной для них проверки результатов. Правда же? Вот, как Валентин Горбунов пишет, быстро хотят выучить, при этом не прилагая усилий. Бывают такие ситуации, конечно же. И взрослым нужно, чтобы материал был понятный и не требовал при этом механического заучивания. И, наконец, занятие должно быть удобным по времени. Кому-то с утра, кому-то в обед, кому-то вечером. Посмотрите, если посмотреть на все эти требования, подумаешь, что вряд ли можно каким-то образом организовать занятия, которые всех или хотя бы большинство удовлетворили бы. На самом деле можно. Этим занимаются и языковые центры, и школы. Но можно построить и такой учебник, который помогал бы взрослым заниматься английским языком. Давайте мы с вами посмотрим на то, как можно на практике эти требования реализовать. Я буду говорить на примерах нового электронного учебника «Английский для взрослых» «English for adults», который вышел буквально пару недель назад в продажу. Авторы этого учебника — Радислав Петрович Миллерот, доктор педагогических наук, профессор, и Светлана Валентиновна Лагунова, кандидат педагогических наук, доцент. Учебник предназначен как раз для взрослых, которые начинают изучать английский язык с нуля, либо продолжают изучать после долгого перерыва, то есть те самые True Beginners или False Beginners. Каждый урок по своему учебнике рассчитан ориентировочно на два академических часа, плюс в курсе заложены резервные часы. Весь курс вместе с резервными часами ощутен примерно на 160 часов. Резервные часы можно после тестов использовать, либо по необходимости, вы сами знаете, как это удобно бывает. Из чего состоит курс? Во-первых, в нем есть небольшое, но очень важное введение. Оно на русском языке, и оно как раз нужно для того, чтобы помочь обучающемуся понять свою цель лучше в изучении языка и свои сильные стороны как учащегося, то есть понять, на что он может опираться. Кому-то нужно опираться на мнемические приемы, кому-то на визуальные средства и так далее. Вводный курс, который существует в учебнике, формирует знания, он прежде всего для True Beginners предназначен. Он формирует знания английского алфавита, правила чтения, навыки произведения, технику чтения, знакомит с грамматической системой английского языка и готовит к практическому владению языком. Но с другой стороны, если к вам пришли False Beginners, которые когда-то давно английский язык учили и забыли, либо их надо переучить, то как раз вам очень поможет здесь и вводный курс, потому что там много материалов и на правила чтения, и на грамматику, и на аудирование. Мы с вами увидим несколько примеров. Давайте я вам расскажу немножечко про структуру самого учебника. Уважаемые коллеги, еще про чат я хотел сказать. Бледно-зеленый цвет, вот Татьяна Спиридонова пишет, очень плохо читается. Если можно, старайтесь писать черным шрифтом, он все-таки лучше виден. Потому что я боюсь, что в таком случае просто либо я, либо Илья Михайлович пропустит какой-то вопрос и не сможет на него ответить. Мы обязательно на ваш вопрос постараемся ответить. И в конце вебинара у нас будет время для ответов на вопросы, в том числе и для вопросов не в тему. Если кто-то пишет, вопрос не совсем по теме. Итак, структура учебника. Вводный курс и две части основного учебника. В двух частях пять разделов, а вводный курс, соответственно, шестой раздел. В каждом разделе восемь уроков, и после каждого раздела есть тест. В этом же учебнике есть интерактивный грамматический справочник, что очень удобно. Возник вопрос по грамматике, тут же кликают, находят сами, читают и могут получить столько информации, сколько требуется. В этом учебнике есть озвученный электронный словарь. Около трех тысяч слов. Это огромный электронный словарь. Если вы помните, по оценкам лингвистов, средняя домохозяйка в день пользуется, английская, пользуется двумя с половиной, тремя тысячами как раз слов. То есть это лексический запас, который достаточен для уверенного, нормального, абсолютно базового повседневного общения на английском языке. Поэтому, когда мы говорим про уровень учебника, он рассчитан с beginner и до pre-intermediate. Теоретически должен довести. В этом учебнике есть интерактивные упражнения. Их больше 140. В этом учебнике, кстати, забыл сказать, аудиофайлов более 700. И есть языковые игры, тоже в интерактивной форме. Про них подробнее расскажет Илья Михайлович Буров, покажет примеры. И в этом учебнике есть песни. Мы сегодня на форуме выложим одну из песен из этого учебника с разрешения автора Радислава Петровича Миллорда, причем эта песня записана в исполнении автора, поскольку это авторские материалы. Что здесь важно? В этом учебнике существует единая система представления и отработки материала. То есть каждый урок построен абсолютно идентично с остальными. Для взрослых это очень важно. Они перестраиваются с большим трудом, чем дети, адаптабельность у них ниже. Им нужна четкая структура. Они знают, что каждый урок начинается, например, с языковой разминки, фонетика идет и так далее. Мы сейчас посмотрим на примеры эти. И учебник построен по принципу нейронной сети. Вот вы увидите в примерах эти моменты. Что здесь имеется в нейронной сети? Это термин из психолингвистики. На каждом занятии, в каждом разделе, учащийся строит высказание с использованием ранее изученного материала. Нам постоянно приходится возвращаться к этому материалу, то есть он расширяется, растет вместе с темами учебника. И таким образом постоянное повторение идет. Учебник состоит, включает в себя следующие рубрики. Фонетикс – это работа со звуками транскрипции. Фоникс – работа с правилами чтения и орфографии. vocabulary, grammar, reading, listening, speaking. Естественно, переводить это не требуется. И cross-routes of cultures, где разбираются особенности уровня общения с точки зрения того, как они могут либо помочь нам в общении, либо помешать. Учебник построен на следующих принципах. Он направлен на практику. И весь материал с самого первого занятия используется в речи. И этот учебник направлен на живое общение в различных речевых ситуациях. Я покажу примеры, вы поймете, о чем я говорю. Но я хотел бы сказать, одна из проблем современных учебников, к сожалению, заключается в том, что многие построены по принципу самоучителя. То есть, дается ситуация, дается некий стандартный шаблонный набор фраз. И, в общем, все окончается. Но беда в том, что, скажем, вот эта пресловутая фраза «London is the capital of Great Britain», которую каждый школьник, наверное, знает, вне зависимости от того, какой язык он учил. Скажите мне, пожалуйста, высока ли вероятность того, что вы когда-нибудь в жизни, в обычной, услышите от кого-нибудь эту фразу? Конечно, нет. Вот Вия Владимировна Шурова пишет. Не часто. Но, может быть, экскурсовод это скажет. Хотя, знаете, вот приходилось мне ездить на экскурсионных поездках по Лондону. Я ни разу не помню, чтобы кто-нибудь мне из экскурсоводов попытался объяснить, что тот город, в котором я нахожусь, это столица. Как-то не доходят руки. Правда же? Вот действительно, когда просят, ну скажи что-нибудь. Только отца отечественников. Действительно. То есть, проблема в том, что, к сожалению, живому общению редко учат. Вы знаете, ко мне обратился один знакомый. И спросил, какой учебник взять для обучения английскому языку? Я ему говорю, ну, если вам только для поездок, может, самоучителя хватит? Он говорит, нет, вы не помните, самоучителя мне не хватит. Я говорю, почему? Он говорит, ну, самоучителем спросить-то я спрошу. Но проблема в том, что мне же ответят. И это действительно проблема будет. Поэтому самоучитель не очень подойдет. Правда же? Но, тем не менее, учебник можно использовать для самостоятельных занятий. Но просто он строился не как самоучитель, а именно как курс английского языка. Учебник направлен сразу на формирование процедурного знания грамматического. Есть два типа грамматического знания. Нормативное, normative, и процедурное, procedural. Если говорить термин на англоязычной грамматике. Нормативное – это когда вы можете правило процитировать, а процедурное – это когда вы можете это правило применять в реальной жизни. Может быть, вы его и цитировать не сочетаете, но вы уже говорите правильно. Вот мы здесь пытаемся у учеников сразу формировать процедурное знание. И запоминание сознательное поддерживается запоминанием по аналогии. Помните, я говорил, у взрослых уже очень хорошо сформированы умения анализа и синтеза. Взрослый может правило не вспомнить, но сказать. А я вот так это слово читаю, потому что вот так же читаются такие, такие и такие слова. Память более цепкая, более емкая, чем у детей, у школьников. Поэтому хорошо получается обучать по аналогии. Ну и, конечно, возможность самостоятельной работы. Что в себя включают материалы учебника? А вот сейчас будем смотреть на конкретные примеры. Материалы включают рифмовки, хотя бы потому, что рифмовки легко запоминаются. Они помогают не только произношение поставить, но и ритче научиться делать паузу в нужных местах, логические ударения ставить и так далее. Скороговорки, которые и увлекательное занятие, и посоревноваться можно, и в то же время очень четко помогают произношение ставить, и дикцию. Короткие диалоги, которые постоянно разыгрываются. То есть мы постоянно-постоянно воспроизводим общение в самых разных ситуациях. Кроссворды, которые полезно поотгадывать, и они очень хорошо помогают запомнить, как слово пишется. Причем эти кроссворды сделаны двумя путями. Нужно либо синоним найти, либо дается определение по-русски, а слово надо написать английское. То есть таким образом мы еще раз фокусируем внимание учеников на значении слова. Аудиозаписи, более 700, как я уже говорил, записанные носителями языка. Мы когда будем смотреть, вы услышите, что в формулировках заданий есть и мой голос. Я согласился записать какие-то формулировки, потому что их нужно и по-английски, и по-русски было услышать. Поэтому вот единственный носитель языка, который там есть, это я, и то в формулировках заданий. Интерактивные упражнения и многое другое. Галина спрашивает, на сколько учебных часов рассчитан курс. Я говорил в начале вебинара, на 160 часов с учетом дополнительных резервных часов, которые заложены туда уже. А вот теперь давайте посмотрим на примеры. Я сейчас увеличу слайд, чтобы вам было удобно. Посмотрите, например, мы работаем с орфографией, а задание дается следующее. Потренируйте скороговорки. Это действительно скороговорки, она называется парадокс орфографии, но они нам помогают как раз запомнить, как разные буквы сочетания могут давать одни и те же звуки, либо как тот же звук может по-разному передаваться на письме, в самых широко употребимых словах. Например, «It's enough to make a cat laugh». «Сможет ли ученик...» Я думаю, что сможет за счет подробных объяснений. В интерактивных упражнениях все ответы есть. И посмотрите, большинство материалов записано на АУ. То есть можно слышать, можно повторять, тренировать и так далее. Вот эти парадокс орфографии, это тоже авторские тексты, которые написал Радислав Троевич Миллерд. Но посмотрите, как удобно. Такие вещи удобно даже в школе на плакатах вешать, в классе для того, чтобы дети запомнили те слова, в которых они очень часто ошибаются. Правда? Я смотрю, кто-то пишет «супер», кто-то пишет «это прекрасно», «great» и так далее. Ученики взрослые, мы их учим анализировать контекст, в котором мы можем употребить эти слова. Давайте мы посмотрим. У нас внизу всего лишь три картинки. На самом деле ситуация гораздо больше. И посмотрите, прочитайте следующие надписи и скажите, где их можно увидеть. Например, надпись «Tea and coffee». Где можно встретить? Ну, кто первый скажет, какие идеи есть? В кафе, хорошо. Где еще может быть? В кафе, в ресторане, на завтраке, в отеле, на кофе-брейк, в магазине, на улице. Правда? Посмотрите, вот наш жизненный опыт, сколько он заставляет вспомнить уже. Правда же? I love you. А это где мы можем надпись увидеть? Кто-то пишет в общественных местах, но это еще про tea and coffee шла, да? Открытка, валентинка и так далее. Give up the seat to mothers and babies. А это где? На майке, на заборе. Посмотрите, сколько вариантов разных. Это про I love you было, да? Give up the seat – это в автобусе, в транспорте, более широко возьмем и так далее. Вот если мы посмотрите дальше. A hot mug, например. Fish and chips. Cotton mash. Ladies and gents. И так далее. Посмотрите, сколько разных вариантов можно привести по каждому. Вроде бы простое упражнение, а сразу оно обращается к опыту жизненного человека. И сколько оно может породить новых высказываний, новые слова, вернее, или новые, или знакомые слова вспомнить. Вот Ольга Сергеевна Дмитриева пишет УУД. Ну, действительно, развитие умения анализа – это УУД. Но здесь со взрослыми, к счастью, нам не очень нужно учебниками использовать, правда? Вернее, со взрослыми учениками УУД развивать. Поскольку там в ГОС не действует. Но, тем не менее, это тот самый базовый принцип. А Вера Бугольц пишет, купила учебник, использовала на уроке. Супер, и нам с детьми очень понравилось. Отлично. Ну, давайте посмотрим еще на примеры. А теперь давайте посмотрим на то, каким же образом материал дается, отрабатывается. Как создается вот эта вот нейронная сеть. И почему получается так, что в конце занятия у ученика четкое представление и практическое умение говорить формируется. При этом, вы знаете, иногда взрослые ученики говорят, ой, вот что-то у меня не так. Я учу слова новые целым списком. Я книжки читаю, я упражнения по грамматике делаю. А говорить я никак не могу. И приходится им объяснять, ну вы же не учитесь говорить. Вы учитесь понимать при чтении. Понимать на слух, может быть, кто-то фильмы смотрит и так далее. Но, собственно, говорить вы не учитесь. А давайте мы с вами посмотрим, каким образом мы все-таки учим говорить, не забывая о всех видах речевой деятельности и о различных видах языкового материала. То есть, как мы языковую компетенцию превращаем в коммуникативную компетенцию. Итак, посмотрите, каждый урок начинается с фонетики. Обязательно. Мы разминаемся, мы готовим наш речевой аппарат. Говорение точно так же, как и в школе, правда же? Произносим в звуке, смотрим на правила чтения, тренируемся читать. А затем с третьего упражнения пошел вот информация. Practice the names. Потренируйте произношение английских имен. Вот у меня спрашивают, можно ли как самоучитель использовать. Это как раз один из принципов. Мы даем во всей первой части перевод заданий всех на русский язык, с тем, чтобы учащиеся, по привычке говорю, дети, конечно, взрослые люди, с тем, чтобы обучающиеся, даже можно так сказать, поняли, что от них требуется. И смотрите, мы учимся сначала говорить просто отдельно имена. Sam, Patty, Charles, Arthur, Sam. А потом, посмотрите, у нас получаются микродиалоги. Сразу же. Practice the conversations. Попытайтесь разогреть диалоги, заменяя некоторые реплики своими. Например, Carl, Matt, nice to meet you. То есть уже у нас появилась новая фраза, но мы только-только материал начали изучать, и мы его тут же используем в говорении. Правда же? Татьяна Воронина спрашивает, это для True Beginners? Это для True Beginners после того, как они прошли вводный курс. Первый урок основного курса. Вводный курс уже пройден, то есть правила чтения не знают. Основы грамматики небольшие даны, и понимать на слух немножко научились. Следующее. После того, как мы с этим поработали, объяснили использование глагола to be. И грамматика отрабатывается на том же лексическом материале, на той же теме, и отрабатывается на уровне микродиалогов. Посмотрите. Мы в задании номер 15. Practice the conversations. Потренируйте диалоги, обратите внимание на особенности использования фраз в различных ситуациях общения. И мы показываем, чем общение неформально отличается от формально. Например, I'm Sam. Ага. You're Petty, right? He is Matt. Hmm. She is Sandra. All right. They are Charles and Carl. OK. И формальное. We are Arthur and Mary. Nice to meet you. I'm not Kevin. Sorry. И так далее. Это все записано с разными интонациями, то есть мы показываем, как можно прореагировать, даже еще не владея большим товарным запасом, и именно так в реальной жизни реагируют. Правда же? Мы довольно часто так делаем. Затем идет отработка грамматики. Underline the correct variant. Упражнение. Introduce the people in the room. Мы снова отрабатываем. То есть, посмотрите, упражнение на произведение, затем упражнение на рецептивное. Опять упражнение продуктивное пошло. Introduce the people in the room. Представьте присутствующие в комнате людей. Затем мы показываем, обращаем внимание на commands. Introduce yourself. Как сделать команды. Правда же? Затем мы расширяем словарный запас. Посмотрите, мы смотрим на greetings, как мы можем еще поприветствовать. Но опять тема та же самая. Продолжается знакомство, приветствие. И затем practice the conversation. Потренируйте диалоги. Мы их разыгрываем. Можем заменять некоторые реплики своими. Но посмотрите, именно живое общение. За счет чего достигается? За счет того, что мы учим реагировать точно так же, как носитель языка реагирует. Например. Вроде бы простые фразы, но уже реальность совершенно вообще не идет. Правда? Мы добавляем новую информацию. То есть лексика ложится на новый слой грамматики. Мы поговорили про названия стран. Например, English, England and English. Мы посмотрели по карте, где какие страны их названия приписали. И затем мы продолжаем работать с той же темой, но на более высоком уровне. Следующие упражнения идут такие. Name the people in the pictures and say where they come from. Вот такие фразы. Мы ищем, где эти люди, и говорим целыми предложениями. Tony is not British. He is Canadian. Cynthia and Richard are Australian. Our main is Chinese. И так далее. То есть мы еще раз новый грамматический материал и лексический отработали. Затем мы переходим к разделу Listening. Тренируем понимание на слух. Например. Listen and underline the variant you hear. И мы учимся. Посмотрите. Вроде бы занятие грамматическое. Грамматическое, но не только грамматическое, а оно, собственно, аудирование. Поскольку здесь и лексика вспоминается, и грамматика. Например. I am Maria from Russia или Russian. I am Joseph или Jose from Spain. I am Sony. Sonia from Switzerland. И так далее. И затем. Listen again and mark the sentences as true or false. Слушают снова и делается занятие на true-false. Вот Елена Ивановна комментирует. Коммуникативно-ориентированный аутентичный учебник. Действительно, этот учебник ориентирован на коммуникацию прежде всего. И посмотрите, мы пришли к разделу Speaking, и у нас появляются диалоги. Вот они. Задание следующее. Act all the conversations. То есть, посмотрите. Немножко рецептивных знаний и тут же продуцировать диалогов. Учебник весь построен фактически на диалогах. Правда же? Вот, например, примеры. I am Sandra, I am from England, and I am a student. Right. То есть, учим реагировать. Great. Wow. Okay. Hello. И так далее на эти фразы. Потренировали эти диалоги, поскольку мы мало что еще умеем. И затем переходим к чтению и письму. Посмотрите на такие задания. Мы сначала смотрим, как пишутся имена на визитных карточках. Напомню, это самое первое задание первой книги. После того, как прошли вводный курс. То есть, правила чтения освоили. Пока лексический запас маленький. Мы пока работаем на таком уровне. Почитали. А затем у нас задание на письмо. Я увеличу для вас эту часть задания. То есть, задание, посмотрите. Read the names. Write your name and the names of your friends. Мы обращаем внимание на транслитерацию имен. Смотрим на то, как наши имена пишутся. И, наконец. Пишут имена и превращаются все это в микромонологи. Диалогов у нас было много. Монологов пока еще не было. He is the one. He is from Russia. He is Russian. He is not Ukrainian. Right? И так далее. Коллеги, я пока прокомментирую некоторые вопросы. Хорошо. И мы сейчас с вами пойдем дальше. Итак, скажите, пожалуйста, будет ли возможность распечатать раздаточный материал из учебника? Или они должны за компьютерами сидеть? Вообще, тут учебник электронный без возможности распечатки. Но там больших раздаточных материалов и нет. Это все делается в интерактиве и так далее. То есть, можно с этим работать. Поэтому учебник, пишет Татьяна Анатольевна, лучше в группе заниматься, а не один на один с учеником. Вы знаете, можно заниматься и так, и так. Конечно, здесь много групповых заданий. Но ученики, по моему опыту, взрослые, очень любят поменять роли. Они не меньше детей любят играть в театр, в актеров и так далее. Поэтому попросить их представить, что они кто-то еще. На этом, помните, даже методика интенсивного обучения основана на том, чтобы снять языковой барьер, забыть о прошлых неудачных. Учеников просят примерить на себя другие роли. Они эти роли примеряют, и все у них получается. Вот что еще. Татьяна Суху пишет. Все, что делает титул, гениально. Большое спасибо за этот комментарий. Но здесь большое спасибо автору Радиславу Петровичу Миллерду и Светлане Тимовне Лагуновой. А в печатном варианте данный учебник будет? Расскажу про это, про все. Давайте посмотрим дальше. И последний раздел, чем заканчивается каждый урок, это межкультурная информация. Crossroads of cultures. Посмотрите, что здесь происходит. Мы видим картинки, мы видим текст. Я сейчас увеличу эти тексты. И задание следующее. Мы еще немножечко добавляем слов. В большинстве своем те слова, которые добавляются, это слова cognates. То есть слова, которые имеют сходное значение написания и звучания в самых разных языках. Мы здесь говорим о стереотипах. Cultures characters. И задание следующее. Complete the sentences. Взрослые начинают дополнять предложения этими словами. Давайте мы посмотрим на эти слова. Галант, формал, информал, hardworking, punctual, polite, honest, noticed, spaghetti eaters, hospitable. Мы сразу видим, какие слова будут понятны без объяснения. Например, галант, punctual и так далее. Какие слова могут догадаться, о каких словах сами взрослые ученики, особенно если они false beginners, например, hardworking. А какие слова придется объяснить, например, hospitable. Но все равно подлинно новых слов здесь будет не так много. Затем мы просим учеников, так как они считают правильным, так как их задым позволяют думать, дополнить эти предложения. Например, я из-за China, he is Chinese. The Chinese are. И дополняем предложения. Но на самом деле здесь важный момент вот какой. Это начало дискуссии. Ученики видят, если они разные, что можно одни и те же предложения заканчивать по-разному. И мы здесь как раз с ними говорим, оправдивы ли стереотипы. А можно ли действовать только основываясь на стереотипах. А что нам еще надо было узнать. И в идеале ученики уходят с желанием познакомиться с этими культурами получше. Вы увидите и другие примеры. Наш сегодняшний вебинар, это только первый вебинар в целой серии вебинаров. Мы будем подробно говорить про обучение взрослых. Про обучение взрослых аудирования, письменной речи и так далее. Потому что везде есть свои особенности. И про межкультурную коммуникацию тоже будем говорить. Но тем не менее, вот эти вот моменты работают хорошо. Ольга Сергеевна Дмитриева спрашивает, какие темы разбираются в учебнике. Я уже почти закончил на сегодня. Илья Михайлович покажет список тем. Вы увидите, что здесь есть. Так, что еще для обучения? Рецепт Кролик Минут комментирует. Для обучения дистанционно в скайпе очень удобно. Учебник должен быть у педагога и ученика. Да, действительно так и есть. Продолжаем. Итак, буквально несколько слов. Мы говорим не просто о книге. Не просто о том, что PDF, например, положили в электронный формат, защитили и отдали. Мы говорим об электрике учебники, у которого есть свои особенности, которые в том числе влияют и на организацию работы с ним, на организацию уроков. Я просто перечислю эти особенности, и я, Михайлович, продолжу. В конце вебинара я вернусь, присоединюсь к Илье Михайловичу, и мы с вами постараемся ответить на вопросы. Гульнара говорит, вы обещали песенку. Действительно, песню мы обещали еще на утреннем вебинаре. Гульнара, очевидно, участвовала и в утреннем вебинаре. Мы постараемся песню запустить в конце, когда мы будем давать уже ссылку на сертификаты. Итак, возможности электронного учебника. Техническое удобство. Прежде всего, вы посмотрите, что это такое. Повышение автономии учащихся. Когда ученик может самостоятельно выполнять упражнения, ему не нужен учитель постоянно, как минуту. Это большой плюс, согласитесь, для занятий и для ученика. Плюс, и главное, для учителя. Можно хоть немножко присесть и отдохнуть. Это возможности контроля и самоконтроля. И это повышение мотивации. А вот о том, что из себя представляет именно электронная часть учебника, примеры и принципы, о которых я говорил методически, работают в электронном учебнике, об этом вам расскажет Илья Михайлович Булов. Я сейчас покидаю место лектора. Илья Михайлович к нам присоединился. Он уже ждет своей очереди. А к концу вебинара я вернусь, мы совместно ответим на вопросы. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Продолжаем с вами разговор о учебнике для взрослых. Сейчас переключим на другую презентацию. Алексей Васильевич поговорил с вами о, собственно говоря, теоретической части и методической части учебника. А мы с вами попробуем посмотреть один урок и, собственно говоря, даже и проработать некоторые упражнения и немножко поиграть, если бы не против. Добрый вечер, пишет. Вы сегодня похожи... Нет, можно и спортсмена. Спасибо. Хорошо, все согласны поиграть. Вот, все за. Отлично, тогда начинаем. Итак, как обещали, сначала начнем с содержания. Вот перед нами содержание первой части, есть вводный курс. Сейчас чуть побольше сделаю. Секунду. Значит, есть вводный курс, есть первый юнит «Все учатся», в которых включены уроки знакомства, просьбы и пожелания, расписание деятельности, повседневные занятия, дни и даты и так далее. Я и другие, me and others, аудиотексты, популярные пословицы, правила чтения, грамматические, спорабочные, глоссарий, словарий и так далее. Но об этом всем мы сейчас продолжим говорить. Вот, собственно говоря, немножко увеличенный вариант. Можно посмотреть. Так, так же есть аудиотексты, написанные в учебнике, правила чтения и так далее. Хорошо. Так, а во второй части тоже интересные юниты, например, «Здорового басения». Просто извините презентацию, когда переносишь через четыре компьютера, к сожалению, возникают некоторые сбои. Вот, и пятый юнит «Тема для беседы». Итак, всего пять юнитов. Также есть для нас, учителей, очень замечательная вещь. Это карта книги. Да, что она нам дает? Она нам дает возможность написать календарно-тематическое планирование, если вам это нужно. Написать и тематическое планирование. И, собственно говоря, если у вас появляется какой-то дотошность взрослого ученика, которому нужно что-то рассказать, да, и объяснить, что идет и зачем, то, собственно говоря, вы можете обратить внимание к данной карте книги. Здесь расписано, допустим, в первом уроке, какая фонетика берется, какая фоника, какой словарь, да, по тематике. И также расписано, что берется из грамматики, что берется на аудирование, говорение, чтение и письмо. И какая социокультурная компетенция развивается. Вот, собственно говоря, авторы помогли и облегчили данную работу. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Какая же структура урока, пройдемся по ней, и где это возможно, с вами попробуем поиграть, попробовать в данном учебнике его возможность ощутить это все на себе. Итак, сначала идет фонетика, да, сейчас будет покрупнее. Допустим, такие задания на практику произношения. Сначала идет произношение отдельных слов, да, act, actress, потом идет уже по парам, да, и по профессиям и так далее. Дальше тут же идет отработка всего этого. Сейчас мы с вами запустим первый наш видеозахват. Секунду. В котором показано, как это все работает. Сейчас, одну секундочку. Просто можно очень много говорить, но лучше показать. Так, давайте посмотрим, значит, как это все происходит. Покажу и интерфейс учебника, и всякие различные его возможности. Хорошо, давайте посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, как вы могли заметить, есть также плеер, можно проверить перевод слова в электронном плаваре. Параллельно еще и навыки письма будут проверены. Вот видите, ученик как-то неправильно... Пусяч! Решил вернуться посмотреть, сразу возвращаясь к тому же упражнению на той же странице. на 45-50 минут, насколько я помню. Вот, но это опять-таки зависит от вас, как от учителя, от того, как вы строите занятия. Сейчас, секунду. Да, загружали песню, песню обязательно поставим. Хорошо. Дальше, что у нас идет? Итак, как идет работа с электронным словарем? Как я говорил, вы вбиваете слово по первым буквам, как в электронном словаре в интернете. Находят слово, можно включить аудио к этому слову, посмотреть перевод. Все это расписано. Хорошо. Давайте посмотрим дальше. Как я говорил, дальше идет фоника, да, уже более практическая вариант фонетики. Вот, определение можно посмотреть в интернете, и об этом и Радислав Петрович Милюрд расскажет. На своем авторском вебинаре в дальнейшем, вот, Радислав Петрович меня поправил на 90 минут в среднем рассчитано занятие. Да, но к концу курса на каждый урок учебника может требоваться дополнительное время. Ну, я говорю, опять-таки, в зависимости от возможностей ученика и от ваших, собственно говоря, возможностей, целей и задач. Также, как вы можете увидеть, идет интерактив, интерактивное упражнение. Мы сейчас с вами попробуем посмотреть. Сначала мы, точнее, посмотрим с вами, как... Так, нет, секунду, нет. К интерактивным, мы вернемся чуть позже. Итак, после... Изучили фонетику. Дальше переходим к грамматике. И, собственно говоря, да, идут упражнения, например, «Practice use of the indefinite article meaning any». Да, то есть, нужно поработать с этим. Дальше 13 упражнений. Обратите внимание, «Practice use of the indefinite article meaning oneness». К чему я веду? Собственно говоря, изучили слова по фонетике и фонике. Тут же эти же слова уже в грамматике включены. Мы заново их изучаем, но уже в грамматических структурах. Да, опять можете увидеть, как на каждом скриншоте есть интерактивное упражнение, да, которое... Сейчас одно из них мы с вами выполним. А что очень интересно, хочу вам показать, как в рифме можно изучать грамматику. Нормально. Да, посмотрим с вами еще один захват. Захват. Exercise 6. Practice the rhyme. In Russia they speak Russian. In England they speak English. In Ireland they speak Irish. In Sweden they speak Swedish. In Japan they speak Japanese. In China they speak Chinese. In Portugal they speak Portuguese. In the Congo they speak Congolese. In Greece they speak Greek. In Holland they speak Dutch. What language is spoke in the Netherlands? Dutch. It's Holland. Dutch. A sailor, a tailor and a musician. Met a teacher, a surgeon and a politician. A soldier, a nurse and a waiter. A journalist and an artist who came later. An astronomer who watches the stars. And an archaeologist with an Egyptian vase. Then came a cleaner with a hoover in hand. And an entertainer with a jazz band. And a woman. Обратите внимание, что в данном случае грамматика выводится через рифму. И то, что мы просим взрослых учащихся не заучивать данную рифму, данное, можно сказать, стихотворение, а именно попрактиковать ее, поскольку в рифме слова... Вот идет переписка по поводу, как дополнительное пособие используется. Для дополнительного пособия не нужно никаких перечней, поэтому тут проблем никаких нет. Итак, да, этот учебник для начинающих взрослых с нуля. И в старших классах школы его можно использовать, исключая некоторые темы, которые, возможно, будут неудобны для обсуждения в старшеклассной аудитории. Про курение и об этом. Про вред алкоголю. То есть, это тема, которую обсуждают со старшими. Итак, давайте смотрим дальше. Сейчас, секунду. Поизучали грамматику, все отработали. Дальше изучаем лексику. Переходим же, конечно же, к ней. Это привычная форма для взрослых, учащихся по учебникам. Но, если, как мы с вами вспомним раньше, в школьных учебниках, как строился вокабуляр в уроках, было разделение на существительные, глаголы, причастие, депричастие и так далее. Для взрослых, учащихся, это уже немножко неактуально. Поэтому авторское решение разделить по видам деятельности. Допустим, профессии, виды активности, места и другие слова. Так намного проще актуализировать лексику. Итак, давайте посмотрим дальше. Как идет отработка лексики? Начинается все с самых простых упражнений в каждом уроке. Допустим, 16 упражнений. Answer the following questions. The first question has been done for you. То есть, первый вопрос уже дополнен, вопрос-ответ. Дальше нужно ответы дополнить, вставить нужные слова. То есть, уже идет внедрение лексики в говорение. Дальше давайте посмотрим. Нужно соединить в 17-м упражнении. Какие, собственно говоря, профессии? Профессии и виды деятельности. Вот давайте с вами попробуем первые пять. Да, у нас есть профессии an artist, an officer, an astronomer, a sportsman, an engineer. Давайте попробуем распределить их, да, найти для них, собственно говоря, пару в этом упражнении, в 17-м. Давайте кто-нибудь первый, наверное, давайте хотя бы с an artist начнем. Вот пока пишет, назначен, очень понравился. Возьмем первое E, an artist's pictures. Yes, you are right. Второе P, P-варианта нету. Так-так-так-так, первое E. Ага. Третье D, an astronomer watches us. Да, отлично. Второе H. An officer fights against crime and criminals. Пятое C. Так, an engineer invents machines. Вот уже пошли дальше, хотя говорили о том, что до пятого. И четвертое B. Это будет an astronomer breaks records. А, esportsman, sorry, breaks records. Окей, то есть, как вы видите, очень легко вовлекать упражнениями из данного учебника взрослую аудиторию в обучение. Я думаю, что вам вот это упражнение понравилось. Девятое H еще зачитаю. Значит, a policeman fights against crime and criminals. Yes, you are right. Окей, хорошо, поехали дальше. Собственно, дальше мы переходим к чтению. Да, а, извините, забыл вам еще показать. Еще у нас есть пару видеозахватов на грамматику. Давайте посмотрим. Прежде чем говорить о чтении. Четвертое. Итак, давайте посмотрим, как еще отрабатывается грамматика на видеозахвате. Да, можно перейти в качественный справочник, который активен. Если у вас не видим видеозахвата, потом можно смотреть на видеозахвате. Exercise 11. Practice the use of the indefinite article «э», meaning something indefinite. I see a box. What box? Here is a bag. Whose bag? I see a person. What person? Look, a bird. So big. Here is a gift for you. Lovely. То языку не научишься. И тем не менее, как вы видите, все упражнения выходят на аудирование и говорение нас выводят тем или иным способом. Хорошо. Давайте посмотрим еще один видеозахват на грамматику. Так, еще одно упражнение. Оно интерактивное. Здесь у нас... Сейчас, секундочку. Давайте сначала посмотрим, а потом попробуем его выполнить. То есть нужно ставить либо нулевой артикльт, либо A, либо N. Вот уж пишут первое. А, еще первое. А, прежде чем мы третье. Если видео нет, будем надеять прогрузиться. Давайте я третье зачитаю для тех, у кого нету видео. He, A, так, нет, не третье. Давайте четвертое. She likes apples. She always takes apples day. Да, нужно вставить артикль. Так, захвата нет и нет. Утром было все видно. Четвертое A... Четвертое N. Это... An apple, A day. Да, либо N, либо A, либо нулевой артикль. Вот пишут, все видно отлично. An apple, A day в четвертом. Молдова вместе с нами. Так, хорошо. И в последнем A second. Это A. Хорошо. Давайте посмотрим правильные ответы. Что же у нас у нас проставит ученик на тело захвате? Собственно говоря, правильность своих ответов. Потом A. И в пятом A. Нажимаем кнопку чек и видим, если синим все загорается, то значит все верно. Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас будет дальше. Итак, как я обещал, приобрести его можно в нашем интернет-магазине. Сейчас еще раз продумаю ссылку. Итак, про чтение. Очень много упражнений в чтении идет с аудированием. Вот самое первое упражнение на чтении идет с аудированием. Что нужно делать в 18-м упражнении? Прочитать описание людей, их профессий. И, собственно говоря, идентифицировать их с их видом деятельности. В 19-м упражнении нужно уже дополнить предложение. Давайте 19-м упражнение попробуем с вами выполнить. Я думаю, что в отличие от видео захвата, здесь уже точно всем будет видно. Сейчас попробую увеличить. Давайте первые два хотя бы предложения попробуем с вами дополнить. Так, Ирина Серпу пишет. He likes his job because... Упражнение клаун. Мы с вами пробуем выполнить первые два предложения. Составить первые два предложения в упражнении 19. Будем считать, что 18-е уже упражнение выполнили. Оно очень простое для таких опытных людей, как мы. Итак, там надо много впечатывать, поэтому... Я думаю, что сейчас те, у кого не было видно видео захвата, точно нам напишут. Окей, Татьяна Воронин пишет. A policeman is tired because of many crimes. Так, the teacher is tired because there are many pupils in his class. Окей. An artist is optimistic because people like his works. Yes, you are right. The doctor likes his job because he helps people. Как вы видите, очень легко, да, выполняется данное упражнение. Очень легко, как я говорю, вовлечь взрослых в обучение. Да, они вызывают большой интерес. Вот еще одно. И Романова Екатерина пишет. The teacher likes his job because he has 40 lessons a week. Нет, это, наверное, было из Тать Бекоз. Sorry. Давайте посмотрим дальше, что у нас есть. И перед аудиром посмотрим с вами еще один видеозахват. Сейчас запустим. Сейчас, я надеюсь, у всех как раз прогрузится. Посмотрим, как в интерактивных упражнениях можно выполнять то же задание на четверг. Read people's descriptions of jobs and identify their occupations. There are many people at my shows. If they laugh, I am happy. There is much to do at night, because many crimes happen in the dark. I like to work with technology. There are many machines around. Sometimes, there are too many people in the restaurant. There are many events every year, and I want to be a winner in each one of them. I am usually at sea. There is much work to do on board the ship. There are many patients at our hospital. My job is to give injections. There are so many stars in the sky. I want to discover a new star. There are many children in my class. They are all different. Dr. Romanova andbeiгор now. Yeah, 18-19 things are related. We done some cool work to prepare. Let's go and deliver. Let's turn to linda. As far as I know it's a fresh work. интерактивное, которое будет вам очень хорошо знакомо по заданиям из ЕГЭ или других международных экзаменов. Давайте посмотрим, а попробуем выполнить. Сейчас вот показана возможность увеличения, да, прочитали задание. Сейчас я отмотаю немножко назад, возможно у кого-то подзагрузится, мы с вами послушаем аудио и, собственно говоря, попробуем расставить кто что сказал, да, вот такое вот задание, определить кто и что у нас, слушаем. But I am tired, because I work at nights. I like my job, but it is difficult. There are too many orders. My job is risky. There are so many hooligans. I like my profession. I like to teach, but some children don't like to learn. I am often away from home. I am often at sea. I don't come home every week. Ну что, я думаю, что все услышали, да, вот пишут хороший звук, да и в видео тоже все показывается, хотя у меня не очень интересно. Итак, пишут, что первый астроном, вторая сестра, третий полицейский, учитель четвертый. Третья, пятая. Давайте в формате цифр, наверное. А, вот в порядок. Значит, первый, третий, пятый, второй, четвертый, Татьяна Азанова пишет. Первый был бармен, потом полисман, третий тича, я так понимаю. Так, второй вейта, Людмила Андреевна пишет. Первый, третий, пятый, второй, четвертый. Пишет звук видео, все окей, Астрахань. Так, ну и еще какой-нибудь, наверное, вариант ответа. Сейчас сверимся. Хорошо, давайте сверяться. Посмотрим, как тест ученик выполнил задание. Печатывает. Первый, первая. Второй, третья. Пятая, третья. Все как у Татьяны Азановой. Проверяем. Все загорается синим, значит верно. Если загорается красным, значит что-то неверно. Да, видео теперь у всех пропало, потому что оно закончилось. Итак, что еще интересного в аудировании? Как к любому заданию, где есть такие вот наушники, когда вы запускаете, кликнув на наушники, можно остановить его, можно промотать назад-вперед, проверить уровень громкости. То есть, вот меньше-больше, что является очень удобным при обучении, потому что когда мы работаем с бумажным учебником, у него, конечно, есть и свои плюсы, но есть и минусы. Потому что нам нужно отдельно включать аудио, если это диск, то нужно найти на каком месте, еще запустится, не запустится. То есть, нужно заранее готовиться, либо тратить время во время урока того, чтобы это выполнять. Вот, что еще интересного хотелось бы сказать. Как вы могли заметить, да, вот сейчас мы практически в формате скайпа, в такой большой аудитории, фактически имеем возможность работать с учебником. А уж по скайпу, когда вы можете пообщаться, получить ответную реакцию именно от ученика, очень удобно, мне кажется, с учебником работать. Давайте посмотрим дальше, после того, как мы изучили другие виды речевой деятельности, да, фонетику, грамматику, лексику, аудирование. Собственно говоря, переходим в активный вид речевой деятельности, в говорение. И тут дается, опять-таки, интересное задание, которое отрабатывает все то, что уже было изучено раньше, снова активизирует изученный материал. Итак, 21 упражнение. Use arguments to prove that the following job are good or not very good. Да, и опять-таки дается, какие профессии были нами изучены, и какие аргументы можно использовать за или против, собственно говоря, чтобы построить свое собственное предложение. На какую операционную систему он рассчитан? Это 64-битная седьмая Windows и восьмая Windows и выше. Так, вот у кого, если не слышно, то заморозьте видео со мной. Итак, давайте посмотрим дальше. Отработали говорение, да, переходим к письму. Письменная часть тоже очень интересный, на мой взгляд, авторский прием дается вот каким образом. Нужно написать, собственно говоря, имейлы, да, поскольку имейлы мы сейчас пишем больше всего, либо посты в социальных сетях, либо, собственно говоря, имейлы. И вот 22-е задание. Write an email to your employer. Say what you want. Follow the example. Да, даются примеры. Примеров много. Можно выбрать тот, который нравится. Да, и как пишет Татьяна Воронина, написать такое актуальное письмо. В 23-м задании также нужно написать письмо, но уже не своему руководителю, а другу. То есть можно обучить и посмотреть уже к середине первой книги, собственно говоря, в чем будет разница личного письма и официального письма. Вот пишет своевременно и современно. Так, давайте посмотрим дальше. Собственно говоря, мы добрались до очень интересной темы, до языковых игр. В них мы, к сожалению, огромному с вами в данном формате видеозахватов поиграть не сможем, но посмотреть, как они работают, это пожалуйста. Итак, давайте посмотрим первую игру. А вот мы с вами видим нам игр. Это только к первой части, во второй части свои игры. Как вы можете заметить, идет предложение, объясняющее, что нужно сделать. В данном случае нужно накрыть на стол. Очень хорошо подходит для тех, кто собирается поехать по work and travel, потому что их очень часто предлагают работу официанта. То есть мы постепенно накрываем на стол. Если все верно, мы получаем подарок, надпись, что хорошо выполнили свою работу. Да, то есть это жизненная ситуация, азарт вступает. Давайте посмотрим еще один вид. Как можно выполнять в языковой игре кроссворд. Как вы видите, они поют. Да, видим слово по-русски. Забиваем по-английски. Забили штаб, забили вторник. Выбрали одно слово. Нужно забить слово дядя, анкл. Да, потом пошли захотелось по вертинам. Вбили еще слава. Татьяна Геннадьевна зашла. Потому что песня обязательно поставим. Я напишу, как все весело интересно. Как уже писали, по скайпу можно, я думаю, это освоить и работать. Ножку с лезвием в тарелке. Вот видите, уже насколько заинтересовало вас все это. Пишет интересно. Обычно это вызывает бурный интерес. Но до конца мы с кроссворд, конечно же, с вами решать не будем. Хотя кроссворды у нас взрослые любят решать. Ездят в электричке, дома, в свободное время на работе. Вот. Поэтому я думаю, что это вызовет огромный интерес. Итак, подводя итог, собственно говоря, языковым играм. Они дают возможность повторить изученные ситуации. Да, тут, как я уже говорил, включается азарт, интерес. И, собственно говоря, ситуация становится реалистичной. Возникают другие цели для выполнения задания. Тренирует память. Да, поскольку нужно выполнить задание. Вспомнить, какие слова были изучены. Поскольку все эти игры, они учебные и подобранные. Создает комфортную обстановку на занятиях. Да, снимая психологический барьер, мы переходим от классического урока к больше такому общению. Общение. Вызывает интерес у обучающихся. Поскольку все любят играть. Вот кто не любит играть, я думаю, что втянется. И это дает очень большие возможности. И, собственно говоря, подводя итог, да. Я думаю, мы могли заметить, что учебник дает массу возможностей. Мы с вами посмотрели на пример того, как электронный учебник может выглядеть на наше видение электронного учебника. Поверьте, был на семинаре по поводу электронных книг и учебников очень много идет на эту тему споров. О том, как им выглядеть, сколько там должно быть интерактивных упражнений, сколько звука и так далее. Но попробовали найти такой баланс, собственно говоря. И представили данный учебник в таком виде. Давайте еще посмотрим с вами еще один видеозахват. Посмотрим на интерфейс учебника. На мой взгляд, он очень простой. Пока загружается, объясню, как я определил. Поскольку не являюсь продвинутым компьютерным пользователем, могу точно сказать, что буквально по двум-трем кликам сразу можно понять, какая кнопка, что означает. И сейчас я покажу это вам. Итак, с левой тазилупа можно вбить к словам. Лесон 9, exercise 1. How, who, what, straight, ache, right, breath. В плеере сразу видно, какое упражнение. Eight, height. Уливеры громко. Happy. Далее есть еще замечательный, как вы показывали, словарь, в котором и навыки в жизни ситуации проверяются. Можно послушать. Вернуться снова на ту же страницу, в которой остановились. Поработать с интерактивным грамматическим справочником, в котором все дается в самых простых формах, без глубокой теории. Полистать страницу через сцепки, через кнопки на компьютере, да, в правом, в левом. И нажав на... И вот и с заданием, если это интерактивный, то вызвать наушники. Если это звук наушники. Все интерактивные упражнения, результаты можно спечатать. Да, нажав кнопку, резал. Можно помехать. Можно добавить комментарий стресса. Можно добавить к определенному упражнению, да. Допустим, вбиваем новое мнение, которое интересует. Вот, собственно говоря, все, что я хотел показать вам, я показал. Я надеюсь, вам понравилось. Да, мы с вами очень замечательно поиграли, поработали, попрактиковались. Сейчас к нам снова присоединяется Алексей Васильевич Конобеев. И, я думаю, что возникающие вопросы. Спасибо вам огромное. Передаю слово Алексею Васильевичу. Уважаемые коллеги, я готов ответить на ваши вопросы. Итак, кто исполняет песенку, почему ее все так ждут? Спрашивает Екатерина Романова. Это одна из песен из этого курса исполняет Радислав Петрович Миллруд. И снова здравствуйте, песенка. Коллеги, мы сейчас ответим на вопросы, если есть. И когда вы будете скачивать себе сертификаты, у вас будут, вы сможете песни слушать. Скажите, когда появится график вебинаров в марте. Сегодня вечером пойдет рассылка. У нас на март запланировано 18 вебинаров. По дистанционке был вопрос. У меня дистанционка с детьми инвалидами. У каждого своего учебника зависит, какой школе ученик прикреплен. Действительно, это проблема. Что еще у нас есть? Какие вопросы? Почему нет печати на сертификате? Коллеги, на электронные документы печати не ставятся. Документы ставятся только на оригиналы. Обычно. Есть ли возможность распечатывать уроки с электронного учебника? Нет такой возможности. Технически это особенность защиты учебника. Но отдельные страницы мы выложили для вас для скачивания на EnglishTeachers.ru на форуме. Если вам нужны какие-то конкретные упражнения, то напишите нам. Мы подумаем, согласуем этот вопрос с авторами. И что-то, возможно, мы сможем выложить просто готовое. Что еще? Как обстоят дела с учебником Бибалет? Коллеги, мы сейчас все учебники отправляем электронные формы на экспертизу. Это непременно условие для возвращения учебников в федеральный перечень. Поэтому будем ждать результатов экспертизы. Очень надеемся, что получится все. Нужно ли взрослым давать домашнее задание? Вы знаете, я могу здесь только как методист-практик ответить. Если взрослые согласны выполнять домашнее задание, то, конечно, оно поможет. Если взрослый говорит, что нет сил и времени, то тогда лучше, пусть занятия у нас с вами со взрослым будут покороче, не часа меньше, но зато почаще. Лучше часовое занятие разбить на полчаса и два раза в неделю делать, чем один час в неделю. Потому что все равно тогда это повторение будет более эффективным. Возможно ли в будущем разработать версию данного учебника на флеш-накопитель, чтобы не быть привязанным к одному компьютеру? Спасибо. Коллеги, мы сейчас думаем над другим вариантом без флеш-накопителя. Надеюсь, что этот вариант будет для вас еще удобнее. Но пока он технически не готов, я не хотел бы обещать то, чего пока еще не сделано. Скажите, есть ли в электронном виде книга для учителя к пятому классу Кауфман? Такую книгу мы не выпускали, но на сайте english.ru на форуме выложены поурочные рекомендации и тематическое планирование из всех книг для учителя, в том числе и Кауфман. Администрация говорит, на днях получит перечень из Минобра. Неправда, никакого нового перечня не готовится. Администрация просто, видимо, не в курсе. Помогает ваш материал для проведения метод объединения. Огромное спасибо. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, очень надеюсь, что и дальше будем помогать. Что еще? Биболитова forever. В том числе и Биболитова, и Кауфман, и другие учебники титула. И надеюсь, что вам понравились учебники, которые мы вам показывали. Планируется ли следующий уровень после начинашек? Но вы знаете, этот учебник, он до print immediate. Давайте мы посмотрим. Если будет такая потребность, конечно, мы обратимся к авторам. Я уверен, что плодовитый и умнейший автор Савельевич Миллорд нам не откажет, я надеюсь. Кауфман очень нравится, но запретили использовать эти учебники, пишет Оксана Савельевна. Коллеги запретить никто не имеет права. Даже в министерстве о перечне, в том самом приказе, про который Минюст написал официальное письмо, что приказ этот не может использоваться как нормативно-правовый акт, но даже в том приказе говорит, что по закупленным учебникам вы еще пять лет имеете право работать. Если вам кто-то запрещает, это в том числе и нарушение приказа министра образования. Планируется ли еще семинар об обучении взрослых? Обязательно. Будет целая серия вебинаров, на которых мы будем говорить. Что еще? Про запрет ответил. Прошли учебники, списки учебников, по которым будут заниматься дети в следующем году. Титул нет вообще. Уважаемая Наталья Анатольевна, это не списки учебников, по которым дети будут заниматься. Это списки учебников, по которым вы можете закупать деньги, учебники за бюджетный счет. За школьный счет вы можете закупать любые учебники в качестве учебных пособий. Если родители решают что-то преподнести в Даршколе, это тоже их право. Что еще заставили? Переходить на просвещение. У нас запретили, переводят на форвард, пишут коллеги. Коллеги, запретить никто не имеет права, это нарушение приказа министра образования, это нарушение закона об образовании и целого ряда других документов. Если вы зайдете на форум, там есть сверху прямо информация, цитаты из письма Минюста, что перечень не может применять к нормативному праву акта. Там есть полный список документов, вы их можете скачать. Так, ну что еще, коллеги. Я думаю, не стоит нам сейчас обсуждать школьные учебники, у каждого свои взгляды и так далее. Но, тем не менее, есть у нас документы. Занимаемся пока уфаном в началке. Будет ли продолжение этих учебников или переходить на старые необходимо. Коллеги, начальная школа обожаетесь в пятом классе, тот учебник, который существует, и дальше до одиннадцатого. И так далее. Ну что ж, уважаемые коллеги. Спасибо вам большое за комментарии к семинарам, к вебинарам, к качеству учебников и так далее. Если у вас нет других вопросов, или если не осталось каких-то вопросов, на которые мы не ответили в ходе вебинара, я готов на эти вопросы отвечать дальше на форуме на Englishchurch.ru. А сейчас давайте мы вам включим песню и дадим возможность скачать сертификат. Потому что вот уже появился вопрос, где скачать сертификат. Хорошо? Сейчас перед вами появится информация о том, как сертификат скачать. Это будет специальный слайд. И, соответственно, некоторое время в чате я еще смогу отвечать на какие-то вопросы. Спасибо вам большое. Итак, перед вами появилась информация. Сейчас вы увидите ссылку на сертификат. А мы запустим для вас песню. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok